Для жителей это уже давно не дорога, а полоса препятствий. Вода заливает придомовую территорию уже несколько лет. В любое время года. Зимой ручей превращается в слякоти толщу льда. Такое препятствие иногда не по силам, даже большегрузам. Непонятно во что. Откуда течет вода – загадка для всех. По некоторым данным – это родник. Но жители в этой версии сомневаются, откуда тогда здесь растет трава, а от ручья исходит пар. Водоканал управления говорит, что это чистые воды, но даже если не это чистые воды, вы смотрите, пройти невозможно. А если это канализация, летом зеленая вода, то есть непонятно. Но они отписывают, что это родник. Ну даже родник, ведь как-то надо бороться с этим. Ответственность за гололед не берет на себя ни одна инстанция. Запросы жильцов управляющая компания отправляет в водоканал. Водоканал в администрацию, те – обратно. В то время как бумаги на столе у начальников продолжают копиться, горожане ежедневно рискуют здоровьем. Вот соседка с третьего этажа сломала ногу, шла. Сломала ногу и до сих пор инвалид. До сих пор инвалид и ходить не может. По лестнице спускалась, по лестнице. Это было лет пять назад. Отсюда лестница ведет к детскому саду, техникуму и остановке. За эти годы прохожие научились справляться с риском самостоятельно. Здесь для жителей начинается настоящий экстремальный подъем и спуск. Вот, например, подняться здесь можно только таким способом, а спуститься вообще практически невозможно. Вот здесь родник бежит. Не родник, а канализация пробивается. Вот здесь бежит выше. Вот она побежала туда. Это уже четвертый год бежит. Источник течи вместе с администрацией определит специальная комиссия, которая состоится уже на днях. Но ответственность управляющей компании это не снимает. Ведь именно она должна убирать лёд с придомовых территорий. За этот дом отвечает управляющая компания 71-го района. И она далеко не первая, кто пошел по скользкой дорожке. Выехали на место Горная 31, УК жилищной реформы и Горная 31А, управляющая компания Ленинского района. Но видно, что уже после выпадения снега прошло более недели, дороги не почищены. Придомовая территория должна быть почищена. Срок три дня. В ходе таких рейдов только за последнюю неделю сотрудники заставили 20 протоколов. Вместе с УК во внимание попали и организации, которые не убирают от снега территорию у входа. За равнодушие гололёту они могут заплатить штраф. Он измеряется десятками тысяч рублей. Но и это недостаточная цена за безопасность горожан. Правда, нарушители так не считают и тянут до последнего. Видимо, до весны или первой травмы. Наталья Ладудько, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.